Конец света вновь откладывается. Осенью 2017 года он был близок как никогда. Но человечество получило еще один, возможно, последний шанс. Что происходило на планете в эти несколько месяцев и когда сбудутся самые мрачные пророчества? Судный день был назначен на 23 сентября 2017 года. Накануне события разворачиваются ровно так, как предсказано в библейском откровении Иоанна Богослова. Явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна и на главе ее венец из 12 звезд. Солнце, луна и основные созвездия действительно сошлись в небесный рисунок, в точности совпадающий со стародавними пророчествами. 2000 лет уже народ подготавливает к концу света, а при определенных событиях, определенных ситуаций мы к этому можем прийти. Внимательные зрители находят предупреждение о грядущей катастрофе и в голливудских блокбастерах. Сразу в нескольких фильмах, словно ненароком, мелькают три роковые цифры – 2, 3 и 9. Сентябрь, 9 месяц года, 23 число. Если бы не было этих предчувствий, кто бы снимал фильмы, кто бы их оплачивал, кто бы на них ходил, кто бы их смотрел. Мы постоянно видим какие-то катастрофы. У меня очень оптимистический взгляд в отношении будущего. Незадолго до рокового дня астрономы фиксируют несколько мощнейших вспышек на Солнце. А по Земле катится волна стихийных бедствий. Вот хроника четырех дней накануне ожидавшегося апокалипсиса. 19 сентября. Мексика. Мощное землетрясение уносит жизни 286 человек. В тот же день проливные дожди обрушиваются на Саудовскую Аравию. 20 сентября 2017 года. Ураган Марии буйствует в Доминиканской республике. Сильное разрушение во всех провинциях. 21 сентября. Таиланд. Пукет. Трехчасовой ливень вызывает сильнейшие наводнения и оползни. Вода поднимается до двух метров. Тридцать погибших. 22 сентября. Пуэрто-Рико. Ураган Марии и последующие наводнения оставляют без электричества 3,5 миллиона человек. По христианскому пониманию, история постепенно исчерпывается с духовной точки зрения. И мир подходит постепенно к своему концу. Когда он будет, это никто не знает. С каждым годом последствия природного буйства все более разрушительны. Ученые предполагают, это могут быть управляемые процессы. Возможно, над человечеством ставят масштабные опыты, последствия которых непредсказуемы и гибельны. Человечество может пролить тысячелетия, и может быть даже много тысячелетий, а может рухнуть в любой момент. Эта цивилизация сейчас уже как бы изжила себя по всем измерениям. Могут ли научные эксперименты стать причиной стихийных бедствий? Кто приближает нас к вселенской катастрофе? Что стоит за буйством стихии? Дело встанет куда серьезнее. О чем предупреждал автор апокалипсиса? Вариантов развития событий бесконечно. У кого крепче нервы? У нас не остается выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею. Как революции влияют на климат? И само существование Земли, оно остается под большим вопросом. Я, Анна Чапман, раскрою эти тайны. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА США. Штат Вайоминг. Ноябрь 2017 года. Приходят тревожные новости о необычной активности супервулкана Йеллоустоун. За последнее время в этом районе зафиксировано более 500 толчков. Сейсмологи высказывают опасения, что вулкан может пробудиться. Если произойдет извержение, а по прогнозам ученых это может случиться в ближайшие дни, в атмосферу будут выброшены десятки миллионов тонн пепла и диоксиды серы. На всей планете начнется вулканическая зима, которую большая часть людей просто не переживет. В начале нашего тысячелетия сильно возросла сейсмическая активность. Петр Шибалин. Главный научный сотрудник Института прогноза землетрясений Российской академии наук. Доктор физико-математических наук. Такая череда очень сильных землетрясений, она, если посмотреть в исторической ретроспективе, видно, что все-таки энергия от землетрясений, которая выделялась вот в течение этих нескольких лет, она была существенно выше, чем в среднем, скажем, за столетие. Осенью 2017 года земля содрогается, словно от предчувствия беды. Многие исследователи уверены, все происходящее укладывается в схему апокалипсиса, предсказания о конце света. И отверся храм Божий на небе, и произошли молнии и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град. Откровение святого Иоанна Богослова, глава 11, стих 19. 23 сентября 2017 года сейсмологи фиксируют волну мощных землетрясений. Она катится от Японии до Атлантического побережья Южной Америки. Геологическая служба США насчитывает 17 подземных толчков. Вскоре выясняется, это не полный список, в него не входят происшествия в районе Пунгрии, ядерного полигона Северной Кореи. Хотя, возможно, именно оттуда началась мощная сейсмическая атака. Землетрясения там и раньше были. Но насколько оно спровоцировано, и какое бы оно было без этих воздействий, мы этого как следует не знаем. Евгений Рогожин. Профессор Института физики земли Российской академии наук. Доктор геолога минералогических наук. После такого взрыва, во-первых, образовывались часто трещины на поверхности земли. Во-вторых, были повторные толчки, так называемые авторшоки. Это есть у каждого землетрясения. Сначала бьет главный толчок, а потом еще довольно долгое время он барабанит уже более слабо. Так что же произошло 23 сентября вблизи Северокорейского ядерного полигона? Обычные землетрясения или последствия испытаний нового атомного оружия? Специалисты отмечают важную деталь. События в Пунгрии совпадают с воинственными заявлениями руководства КНДР и Соединенных Штатов. Обе стороны грозят друг другу ударом невиданной силы. Если Америку вынудят защищаться или защищать своих союзников, у нас не останется выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею. Трамп может не знать, что произносит его род, но мы обеспечим ему последствия, выходящие за пределы его слов. Выходящие за пределы того, с чем он может совладать. День ото дня напряженность нарастает. Мир замер в ожидании. Что же дальше? Полигон северокорейский расположен, подземный полигон в шахте, там взрывается все на расстоянии нескольких десятков километров как от китайской, так и от российской границы, то есть стык границ. Вот это очень крайне опасно. Александр Широкорад, военный историк, публицист, автор нескольких десятков научно-популярных книг по артиллерии, военной технике. Утверждает, что все вооруженные конфликты последних столетий вызваны амбициями политических лидеров. А потом в свете угроз президента Трампа Северной Кореи. То есть если они нанесут удар хотя бы даже обычными бомбами проникающего действия по шахте, где находятся северокорейские ядерные устройства, это может быть огромный выброс в атмосферу, то есть это будет какой-то уже мини-Чернобыль, а может быть и сопоставим Чернобылем. Северная Корея не скрывает. В ее арсенале есть ядерное оружие. Но смогут ли специалисты самой закрытой страны мира совладать с разрушительной энергией атома? Все прекрасно знают, что там особая политическая система. Во главе молодой руководитель, горячий. Но зачем его провоцировать? Зачем учения проводить? Зачем бомбардировщики запускать по границе? К чему это все? К тому, чтобы Ким Чун Ын совершил ошибку. Любая, даже самая незначительная погрешность может разрастись до катастрофы планетарного масштаба. Определенный человеческий фактор эксплуатации, некачественное строительство, отступление от проекта может привести к таким вещам, которые произошли. Фокусима, опять же, Чернобыль. Елена Есина, известный российский эколог, директор Центра системных исследований, лауреат Национальной экологической премии, автор книги «Война глазами эколога». Не раз предупреждала, что новейшие военные технологии способны поставить планету на грань катастрофы. Это приводит к различным видам не только отравления воздуха, почв, водных объектов, но в том числе это еще и не только уничтожает, но еще изменяет генофонд животных, растений. Авария на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года побудила многих обратиться к тексту апокалипсиса. «И упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источнике вод. Имя сей звезде – полынь». Откровение святого Иоанна Богослова, глава 8, стихи 10-11. Как известно, одно из названий полыни – Чернобыль. Неужели в тексте апокалипсиса есть прямое указание на техногенную катастрофу на атомной электростанции? Чернобыльская трагедия должна была предупредить человечество о последствиях научной ошибки. Ведь одной из причин аварии называют опасный эксперимент, который проводили ядерщики. Проводился секретный военный эксперимент. И в интересах вооруженных сил и, судя по всему, военно-морского флота. Взорвавшийся 4-й энергоблок Чернобыльской станции был построен, что называется, в авральном режиме. Перед советскими атомщиками правительство поставило задачу – обеспечить работу АЭС даже при внезапной атаке на объект. Советский Союз задумался об этой угрозе после того, как в 1981 году израильские ВВС нанесли удар по ядерному реактору в Ираке. 8 самолетов F-16, стремительным арендировщиком, пролетели через пустыню Саудовской Аравии, и вторглись в воздушное пространство Ирака, и недалеко от Багдада поразили реактор, было сброшено 8 бомб. Реактор был поражен. Как утверждают эксперты, на Чернобыльской АЭС были смоделированы условия, когда реактор якобы получил повреждение, и его работу необходимо перевести на малую мощность. Главная задача – избежать утечки радиации, если по станции будет нанесен ракетно-бомбовый удар. Инженеры торопятся отчитаться об успешных результатах, и в спешке не сразу замечают отклонения в работе аппаратуры. Поздним вечером 26 апреля 1986 года происходит взрыв в четвертом энергоблоке, полностью разрушивший реактор. Аварию назовут крупнейшей за всю историю атомной энергетики. Это уже последняя стадия катастрофы, когда ничего живого уже на Земле не останется. И само существование Земли, оно ставится под большим вопросом. Неужели Чернобыльская катастрофа всего лишь пролог к неизбежному концу света? Может быть, стихийные бедствия, терзающие сегодня планету, лишь предвестие настоящего апокалипсиса? Что говорит об этом священная книга? И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». Откровение святого Иоанна Богослова. Глава 4, стих 1. Сейчас мы подходим к шахте, в которой находятся сейсмические приборы, регистрирующие перебания Земли. Ставь. Значение этих датчиков фиксировать в колебании Земли. Строительство сейсмостанции в Подмосковье началось еще в 30-е годы прошлого века. Датчики позволяют зафиксировать землетрясения или ядерные испытания в любой части планеты. Но смогут ли эти приборы предупредить о новой, более страшной опасности? Но человек предсказать, чем это закончится, не может. Александр Овсюченко. Кандидат геолога минералогических наук. Ведущий научный сотрудник Института физики Земли Российской Академии Наук. Автор четырех книг и более полусотни научных статей. Здесь вариантов развития событий бесконечно. Вот чем вся штука. Бесконечно. А человек еще не постиг, что такое бесконечность. А сильнейшее землетрясение, оно не сопоставимо ни с одним из вообще возможных, в принципе, хоть и когда-то придуманных человеком оружие. То есть там энергия, она гораздо выше того, что мы можем себе вообще, в принципе, представить. Судя по многолетним наблюдениям ученых, мощь стихийных бедствий со временем только нарастает. Неужели все эти процессы направляются чьей-то невидимой рукой? Смотрите далее. Эхо давних событий. Какие страшные последствия землетрясений преследуют человечество? Многие из них покончили даже самоубийством. Живой интернет. Могут ли деревья заменить нам компьютеры? Это такая своеобразная нейронная сеть, которая хранит огромное количество информации. Муки Земли. Простит ли планета своих неразумных детей? Зимой шарик – это живое существо на самом деле. Япония. Атомная электростанция «Фукусима-1». 11 марта 2011 года. Небывалые землетрясения и цунами становятся причиной катастрофы. Предвидеть удар стихии не удается. То, что касается, опять же, «Фукусима», существуют две версии. Как естественное землетрясение, так и искусственно созданное землетрясение, которое почему-то не предсказалось. А это же может быть тоже вариантом именно геофизического оружия. На спектрограмме, представленной армейским командованием США, видно, что происходит перед землетрясением. Магнитометр фиксирует излучение постоянной частотой 2,5 Гц. Обычно оно сопровождает подземные толчки. В тот день они начались в 5.46 и длились лишь несколько минут. Однако на схеме видно, что сигнал поступает и до, и после катастрофы. От полуночи до 10 часов утра. Значит, он был искусственным. Излучение такой мощности с 8 по 11 марта передавала американская система ХАРП. В начале 80-х годов на Аляске начали строить огромное антеннное поле. С выше 40 антенн огромных. Вот эти антенны излучали в нижние слои космоса, в тропосферу и в нижние слои космоса, то есть на высоту 80-140 километров мышные электромагнитные импульсы. Как высокочастотные, так и низкочастотные. В 1905 году гениально австрийский ученый Никола Тесла находит способ передавать электрическую энергию через естественную среду практически на любое расстояние. На базе этого открытия позднее был создан так называемый луч смерти. Он позволяет сфокусировать излучение в любой точке земного шара. По этому же принципу работает и система ХАРП. Американцы чаще скрывают цели вот этого системы ХАРП. Они считают, что это просто обычные научные исследования высоких слоевых атмосферы и ближнего космоса. Но американцы не ограничивались постройкой вот этой системы ХАРП на Аляске. Они создали систему ХАРП в районе Тромса, на Норвегии, а также в Гренландии. Мне интересно вот что, что все вот эти установки находятся в среднем безлюдных районах. Еще одно направление, в котором работает военно-техническая мысль – создание климатического оружия. Работы по управлению погодой американскими военными ведутся давно. Еще во время войны во Вьетнаме американские летчики рассеивали в дождевых облаках йодистое серебро, чтобы вызвать тропические ливни. Операция носила кодовое название «Проект Шпинат». В результате проливные дожди размыли партизанские тропы и уничтожили посевы. Последствия той климатической атаки во Вьетнаме сказываются и поныне. До сих пор, значит, полдородие почвы практически равно нулю. То есть там не произрастают те виды как диких растений, которые характерны для этого региона, так и практически снизилась сельскохозяйственная ценность этих угодий. Какие изменения на генном уровне произойдут у тех растений или животных, которые населяют эти районы, мы с вами только можем предполагать. Летом и осенью 2017 года на планете бушуют невиданные прежде бури. По подсчетам специалистов, один только ураган Харви обрушил на пострадавшие регионы почти 120 триллионов литров воды. В результате кора Земли деформируется и проседает примерно на 2 сантиметра. Это сравнимо с последствиями землетрясения планетарного масштаба. По сути дела, землетрясение в первую очередь – это резкое изменение объема земной коры. Представим себе, изменение объема вот такого вот земной коры хотя бы на 1%, хотя бы на 1%. Это вызывает кардинальную перестройку и сброс огромных напряжений. По сути дела, вот это вот и есть землетрясение. Да, резкое, моментальное, происходящее за долю секунды. Ураган Харви вызвал катастрофические наводнения в юго-восточной части Техаса и был признан одним из самых мощных за всю историю Соединенных Штатов. Есть предположение, что это результат неудачного эксперимента с климатическим оружием. Еще в 60-е годы прошлого века Пентагон заинтересовался научными разработками, позволяющими управлять ураганами. Американцы утверждают, что якобы где-то в 89-м году они из ураганов, которые шел на Таити, они развернули в другую сторону. Вообще, может быть, когда это все на Атлантике, это одно, а когда где-нибудь, например, в Южно-Китайском море, то если развернут ураган от Тайвана, он пойдет на Китай, на Вьетнам и так далее. То есть это весь крайне, крайне опасно. Опаснее всего, что человек стремится подчинить себе стихию, природы которой он до конца не понимает. Чем это может обернуться, страшно даже представить. Случайно ли резкие перемены погоды совпали с обострением отношений между США и Северной Кореей? Есть ли связь между землетрясением на испытательном полигоне, ураганами на Атлантическом побережье и противостоянием двух ядерных держав? Конфликт, я думаю, что может и обостриться с одной стороны, но мы должны все понимать, что это такая очень серьезная веха в мировой истории. Никита Исаев, кандидат юридических наук, директор Института актуальной экономики, полагает, что резкое обострение в отношениях Соединенных Штатов и Северной Кореи вновь ставит мир перед, казалось бы, давно миновавшими угрозами. В последний раз подобное обострение уровня возможности применения ядерного оружия было в 62-м году в известном Карибском кризисе после конфликта Советского Союза с Соединенных Штатов Америки. Сейчас, по прошествии фактически 55 лет, это может повториться. И вопрос, как это будет выглядеть сегодня, не знает никто, в том числе те стороны, которые сейчас участвуют в этом конфликте. Октябрь 2017 года. Поступают устрашающие данные о формировании новых атмосферных воронок. В Тихом океане набирает силу тропический шторм Хану, угрожающий Филиппинам, югу Китая и северной части Вьетнама. Одновременно над Атлантическим океаном в сторону Азорских островов и Европы движется ураган Афелия. Природа их возникновения полностью не разгадана. Раньше научные эксперименты вызывали локальные катастрофы. Сегодня они могут уничтожить всю планету. С начала 2017 года было зафиксировано 4 атлантических урагана. Сильнейшие землетрясения в Италии и Мексике, страшные наводнения в Бангладеш, Индии, Непале и Пакистане. Неужели механизм саморазрушения уже запущен? В октябре 2017 года на своей странице в социальных сетях Дональд Трамп продолжает словесную войну с Северной Кореей. «Здесь сработает только одна вещь», — пишет он. «Поймете очень скоро». Мир теряется в догадках. Что задумал американский президент? Какая новая опасность грозит миру? Мы видим некоторую паузу в отношениях между США и Северной Кореей. Полагаю, что она связана как раз с работой спецслужб, которая не вытаскивает эту информацию в публичную плоскость. Малейшая оплошность, и человечество станет жертвой разбуженных им сил природы. Поиски новых источников энергии могут вызывать неожиданные последствия. Специалисты Института физики Земли неожиданно обнаружили странные поправки на сейсмических картах США. На последней карте я вдруг увидел, что они вынесли вот эту зону центральных Соединенных Штатов с сейсмичностью. Они вывели в особую зону. Она по своей опасности уже начинает конкурировать, например, с Калифорнией. И у них самая большая опасность. Повышенная сейсмическая активность наблюдается в Техасе, Огайо, Канзасе. Что объединяет все эти североамериканские штаты? Это очень сильно заметно, что увеличилась активность всех штатов в Соединенных Штатах, где ведутся разработки сланцевых газов. Несомненно, это связано с тем, что разработки ведутся с помощью гидроудара, то есть в скважины закачиваются большие объемы воды. Гидроудар, с одной стороны, он стимулирует какие-то подвижки в земной карте. В Оклахоме, одном из центров добычи сланцевого газа, число подземных толчков увеличилось в 40 раз. Там, где никогда не было землетрясений, вдруг неожиданно, как бы неожиданно для всех, произошло практически шестибальное землетрясение. Откуда? Эксперты убеждены, усиление сейсмической опасности – результат применения новейших технологий, которые пагубно отражаются на природе. Вот это очень серьезный момент. При извлечении из недр земли громадного, просто я не побоюсь этого слова, громадного количества вещества – это нефть, газ, уголь, все что угодно – в первую очередь страдает геологическая среда. Землетрясения в штате Оклахома заставили власти остановить работу по добыче сланцевого газа. Однако многие ученые уверены, применять подобные меры уже слишком поздно. Люди сдавали в аренду свои участки, на которых они жили, потому что это выгодно. Но после этого оказывалось, что они больше там не могут жить, потому что эти самые разработки сланцевых газов приводили к тому, что просто вода становилась зараженной, ей невозможно было пользоваться. Легко растворяемый сланцевый газ, там попадают в водные объекты, соответственно, открывая кран, налить воды, попить, вы получаете такой гейкий химический коктейль, или еще горящий такой фунш. Человечество самонадеянно переписывает законы природы. И, похоже, уже дошло до роковой черты. После очередного шторма на пляж в филиппинском городе Маасин вынесло загадочное существо – неизвестные науки. В Индии обнаружено невиданное насекомое, смертельно опасное для всего живого. Откуда берутся эти чудовища? «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами». Откровение святого Иоанна Богослова, глава 13, стих 1. Пророчества двухтысячелетней давности, похоже, начинают сбываться. Сколько еще лет или даже дней отпущено человечеству? Международная организация Global Challenges Foundation среди десяти самых серьезных угроз человеческой цивилизации впервые называет синтетическую биологию. Открытиями в этой сфере интересуются террористы. Рискованные опыты с генной инженерией грозят миру экологической катастрофой. Австралия. Аделаида. Октябрь 2017 года. Ученые из исследовательского центра Флиндерса объявляют о сенсационном открытии. Им удалось создать вирус, способный блокировать прохождение нервного сигнала от рецепторов боли в головной мозг. Эксперты предупреждают. Если начнется новая мировая война, противники будут применять оружие нового образца. Идет создание, как бы сказать, дискретного или биологического оружия, то есть который может производить селекцию людей. Ученые, чуть ли не всего мира, ну, ведущих стран мира, конечно, пытаются создать биологическое оружие, которое поражало мужчин призывного возраста. Военные хотят улучшить технические параметры генетического оружия. Смертельные вирусы – лишь начало. В перспективе создание микроскопических боевых молекул, устойчивых к внешнему воздействию и способных в поисках цели незаметно преодолевать значительные расстояния по воздуху. Не об этом ли ударе невиданной силы говорят воинственные политики? Бактерии, которые вырываются из лаборатории или кто-то пытается потихонечку ставить эксперименты на людях, а это очень весь опасно и может привести к вспышке каких-то болезней, от которых, в общем-то, ранее не было. Боевые молекулы, губительные вирусы – небывалые природные катаклизмы. Человечество с ужасом ожидает апокалипсиса. А может быть, мы сами стали оружием неведомых и грозных сил? Настроение ожидания непосредственно сейчас, здесь, теперь, конца света, как правило, резко увеличивается при конце какой-нибудь цикла исторического или цивилизации, при смене цивилизации. Мы как раз сейчас это и переживаем. Виктор Аксючец – публицист, богослов. В 90-е годы активно занимался политикой, был депутатом Верховного Совета РСФСР. Ныне преподаватель философии, науки, стремящейся соединить современность и прошлый опыт цивилизации. Ведь земной шарик – это живое существо на самом деле. Другое дело, что это совершенно другая форма жизни. Если человеческая цивилизация, человечество в целом, относится к земле как к какому-то мертвому, так сказать, огромному куску материи, из которого можно извлекать все потребительские блага и совершенно не заботясь о последствиях, то, естественно, это живое существо может и среагировать на это. Современные научные исследования показывают, даже растительный мир, в котором человек не находил признаков разума, оказывается, обладает своеобразной нервной системой. Это у нас спецприбор для тестирования деревьев, внутреннего состояния, всевозможных повреждений, скрытых гнилей, нарушения структуры древесины. Егор Елизаров, дендролог, называет себя лесным доктором. Многие годы, наблюдая за своими зелеными пациентами, сделал удивительное открытие. Деревья способны общаться и даже сочувствовать друг другу. Много у нас таких случаев, то, что при вырубке нескольких деревьев, оставшиеся, погибали по неизвестным причинам. Дерево – это сложная биологическая конструкция, по сложности, не сильно уступающая человеку, по уровню организации всех своих процессов жизнедеятельности и по уровню сознания. Я думаю тоже, что все деревья обладают своим собственным сознанием, своей памятью, общаются друг с другом. Невероятно. Но растения способны реагировать не только на беды своих собратьев. Они отзываются на поведение человека и даже улавливают его намерения. Но если это так, могут ли лес или роща, пострадавшие от варварской вырубки, отомстить людям за причиненное зло? Смотрите далее. Посылаем лучи депрессии. Какие новые виды нелетального оружия создает Пентагон? Они производят уметающее действие в нелегии. Как человек провоцирует стихийное бедствие? Землетрясение меняет все. И как научиться распознавать указания свыше? Это знак от Бога, что в нашей жизни нужно кое-что изменить. Каждое сгоревшее или вырубленное дерево невосполнимая потеря. Это хорошо известно лесникам. Евгений Цветков не раз убеждался. Лес очень быстро распознает человека и его намерения. Если ты приходишь туда с хорошим настроением, то и природа, как птицы поют, и лес ведет тебя так же. А если человек с негативным восприятием, как правило, он может даже заблудиться, его может, как говорится, и леший попутать, и кикиморов болта завести, и все остальное. То есть у леса есть душа, действительно. Как утверждают исследователи, лес — это часть огромного природного сообщества, которое старается жить в гармонии с остальным миром и накапливает, как сказали бы программисты, гигантскую базу данных. Это такая своеобразная нейронная сеть, которая хранит огромное количество информации. Как распорядится природа накопленной информацией о действиях и замыслах человека? Ученые предполагают, на планету воздействуют не только циклоны и подвижки земной коры. Земля подвержена влиянию сильных человеческих эмоций. В Библии очень часто глобальные катастрофы, они связываются непосредственно с грехами людей. Георгий Максимов, кандидат богословия. Религиовед — публицист. Уверен, что все ответы на актуальные вопросы современности уже даны в древних книгах. Нужно только верно понять расставленные там знаки. Наши предки понимали, что те или иные стихийные бедствия — это, во-первых, конечно, наказание за то, что мы совершили против Бога и против людей. Но и кроме того, это знак от Бога, что в нашей жизни нужно кое-что изменить, что мы идем не туда. Россия. Горный Алтай. 27 сентября 2003 года. Приборы фиксируют сильнейшие подземные толчки неподалеку от районного центра Кош-Агач. Разрушены тысячи домов. Выведены из строя линии электропередач. Оползни и трещины блокируют движение по Чуйскому тракту. Человеческих жертв удается избежать. Поначалу. Беда приходит потом. Увеличила заболеваемость вплоть до раковых заболеваний. Вот чем это поражает. И поэтому землетрясение меняет все. Не только рельеф, оно меняет и людей. Оно меняет растительность. Оно меняет гидрогеологический режим. Оно меняет воду. Вода или исчезает, или наоборот, ее много становится. От разрушений никто не погиб. А вот после этого начали люди умирать. И многие из них покончили даже самоубийством. Ученые давно заметили. Воздействию природных катаклизмов особенно подвержены регионы, где происходят социальные потрясения. Что здесь причина, а что следствие? Современные ученые подтверждают догадки древних. Земля — это живое существо, которым управляет коллективное сознание всех живущих людей. Как утверждают эзотерики, цунами или торнадо могут быть вызваны массовыми вспышками агрессии. Советский Союз. Армения. 7 декабря 1988 года. В 11 часов 41 минуту по местному времени происходит серия мощных подземных толчков. За 30 секунд полностью уничтожен спитак. В руинах почти вся северная часть республики. По официальным данным, 25 тысяч человек погибло. Это памятник в селе, который рядом кратера находится. В этом селе больше половины населения погибло. У нас в Спитаке 20% погибло, а там больше 50%. В тот день, 7 декабря 1988 года, Норик Мурадян стал первым секретарем спитакского горкома КПСС. По советским меркам, главой города. И первое, что ему приходится делать на новом посту, создавать штаб по ликвидации последствий землетрясения. Стихия не щадила никого. Моему сыну тоже было 5 лет тогда, младшему. Он тоже там остался, но он балованный бил. Друзья спали, а он залез под столом за игрушкой. С каким-то пацаном. Вот они двое остались живы. В эпицентре землетрясения его сила достигает 10 баллов. По подсчетам специалистов, такой выплеск энергии в зоне разрыва земной коры сопоставим с взрывами 10 атомных бомб, подобных той, что была сброшена на Херосиму. Одна из причин трагических последствий катастрофы в Спитаке – недооценка сейсмоопасности региона. Наш народ не знал такой силы землетрясения. Столько ударов было каждый день по несколько десяток раз. Все время было землетрясение. Все время земля играла. Тысячи лет природа убаюкивает людей своим спокойствием. И вдруг разом показывает неодолимую силу. Почему именно на Кавказе произошло трагическое событие такого масштаба? К декабрю 1988 года большие массы людей в Армении и Азербайджане оказались вовлечены в конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Забастовки, неутихающие митинги, а вскоре и вооруженные противостояния. В обе стороны текут потоки беженцев. Очень напряженно было. Очень напряженно, потому что каждый день приезжали на грузовиках. Мы их обували, одевали, распределили по семям, потому что всех не сможешь разместить. 7 декабря 1988 года природа словно отзывается на безумие, охватившее людей. Ужас трагедии лишь ненадолго приостанавливает межнациональный конфликт. Вырвавшаяся наружу разрушительная энергия стихии питает новый взрыв социальных потрясений. Появилась вот эта спорная территория, которая существует и сейчас, на территории которой идут постоянные военные действия на линии соприкосновения по сей день, в том числе сегодня. В том числе, естественно, и с человеческими жертвами, и у гражданского населения, и у нас служащих с обеих сторон. И там уже не поймешь, кто является инициатором вот этой всей ситуации. Земля – живое существо, и наблюдая за тем, что на планете бывают периодически катаклизмы, и в то же время напряжение между людьми или между народами, если мы берем это все шире, невозможно четкую грань поставить. Где начало, где завершение этого процесса, и в обратную сторону. Анна Сечкина – педагог-психолог, консультант, автор и ведущая тренингов. Человек вообще очень чувствителен ко всем изменениям, которые у него происходят внутри. И часто он видит знаки. Знаки проявления внешнего мира. Но не всегда обращают внимание на эти знаки. Потому что у него есть привычка следовать только своей дорогой. Человек часто живет на автомате. И если уж он поставил цель, то он идет к этой цели иногда, как говорят, по головам. Тайны мистических знаков, указывающих, каким будет завтрашний день, пытается разгадать нумерология. По мнению нумерологов, главная опасность в том, что рукотворные катаклизмы могут изменить угол наклона земной оси. Угол наклона земли тоже у нас, как говорят, уже не 23 градуса, а другой изменение. Если переходим на другую грань или 22, или 24, это, естественно, тот апокалиптиз, который мы можем получить, она может произойти. В современном мире разрушительная энергия природы воздействует и на работу многочисленных технических устройств, созданных человеком. Не потому ли в последнее время происходит так много необъяснимых аварий? Люди, управляющие техникой, вдруг совершают непростительные и нелепые ошибки. Излучатели электронных импульсов или звуковых импульсов, если они эффективны, то они должны действовать на километрах. И вот они производят угнетающее действие на людей, парализуют их волю, парализуют их мыслительную систему. Они, по-моему, начинают плохо ориентироваться в пространстве. Год от года происходит все больше неожиданных сбоев в работе новейших компьютерных систем. Что это? Знаки неизбежного приближения вселенской катастрофы или последнее предупреждение о ней? Смотрите далее. Воздастся каждому. Что на самом деле зашифровано в откровении Иоанна Богослова? К концу света это не имеет никакого отношения. Да пребудет с тобой сила. Когда начнется вселенская битва добра и зла? Всегда ведь есть развилки. Выбор между темной и светлой стороной. За минуту до мирового пожара. Как удалось предотвратить апокалипсис? Спас человечество от ядерной войны. Как утверждают эксперты, Америка еще долго будет испытывать последствия урагана Харви. Как сообщило агентство США по охране окружающей среды, 13 объектов, где хранятся токсичные отходы, были затоплены или повреждены. Особую опасность представляет свалка токсичных отходов в районе реки Сан-Джасинта. Земля там заражена диоксином, который может вызвать развитие рака и врожденных патологий. По мнению многих исследователей, техногенные и природные катаклизмы – это сигналы, которые посылает космический разум. Людей предупреждают, цивилизация пошла по ложному пути. Мы слишком увлеклись научно-техническим прогрессом и забыли о духовности. В Атлантическом океане вода уходит от побережья Бразилии и Уругвая. Хотя там не замечено ни ураганов, ни сильных штормов, ни сокрушительных землетрясений. Понять причины происходящего пока не удается. Что это? Загадка природы или кто-то продолжает тайные эксперименты в борьбе за власть над планетой? Это было бы очень просто, если бы мы сказали, это выгодно каким-то группам влияния, это выгодно кому-то. Сергей Гавров, доктор философских наук, профессор кафедры социологии и социальной антропологии Института социальной инженерии. Изучает проблемы взаимоотношений природы и человека. Дело обстоит куда серьезнее. Это ответ биосферы через, например, природные катаклизмы. Ответная реакция может быть разрушительна. Мы в определенном смысле нарываемся на ответ, в определенном смысле мы провоцируем этот ответ. В определенном смысле мы создаем вот эти рэперные точки, когда система начнет отвечать. Если будет ответ, мы увидим. Не по телевизору. Панические ожидания пока не сбываются. 23 сентября 2017 года конец света так и не наступил. Люди, вычислившие эту дату, строили свои предположения, опираясь на откровения Иоанна Богослова. Осенью 2017-го звезды сошлись именно так, как описано в древней книге. Но кому адресованы эти предсказания? Вполне мы можем полагать, что циклов исторических был не один, а несколько. И неоднократно, очевидно, человеческая цивилизация гибла либо от внутренних причин, либо от внешних. Поэтому мы наблюдаем некоторую схожесть в пророчествах, то есть в неких предполагаемых событиях и нынешних событиях. Сразу должен сказать, что к концу света это не имеет никакого отношения. Строки из Апокалипсиса предупреждают человечество о судном дне. Они же дают надежду на спасение. И воздам каждому из вас по делам вашим. Откровение святого Иоанна Богослова. Глава 2. Стих 23. Всегда есть развилки. Всегда мы происходим. Каждый миг, каждый час, каждый год мы проходим какие-то развилки, совершая наш выбор. Выбор между темной и светлой стороной планеты, между темным и светлым будущим. Когда говорят, почему Бог не спасает, а вот почему происходят чудовищные вещи, да, войны, убийства и прочее. Потому что если Господь это сделает, то это будет другая вселенная. Он создает вселенную вместе с человеком. А это всегда трагично, это драматично. Советский Союз. Командный пункт системы предупреждения ракетного нападения в секретной части Серпухов-15. 26 сентября 1983 года. Две сверхдержавы вот-вот могут обменяться ядерными ударами. В самый разгар холодной войны новейшая система раннего предупреждения выдает сообщение о ракетной атаке со стороны США. Спутник зафиксировал старт американских ракет. Они с одной из авиабаз. И попросту говоря, ну, автоматика сработала. Таких случаев было несколько. Тут ставят птиц где-то, где-то принимали на радарах, то ли еще что-то такое. То, что тревога ложная, выяснится позже. А тогда по двой сигнальных сирен у оперативного дежурного были всего лишь секунды, чтобы принять решение, которое могло иметь необратимые последствия. Он, в общем-то, и сообразил, что проанализировал состояние других космических аппаратов, что они ничего не дают, и единичный старт решил не объявлять боевую требу. Имя своего спасителя мир узнает только десятилетия спустя. Станислав Петров, подполковник ПВО. Офицер, который предотвратил мировую войну, вскоре ушел в отставку, так и не получив полковничьих погон. Жил скромно в подмосковном Фрязино. Скончался в мае 2017-го. Попросту говоря, ну, можно, так сказать, преувеличивая, сказать, что спас человечество от ядерной войны. В библейских текстах говорится, что день, когда на небе явятся особые знамения, неконечная точка жизни на земле. С него начнется сражение архангела Михаила с драконом. Великая битва добра и зла. И все мы будем в нее вовлечены. Каждая цивилизация доживает до такого времени, когда ее технологический прогресс, по нему все прочее, вооружает ее орудиями самоистребления. Цивилизация человеческая способность себя сейчас уничтожить, совершить такой цивилизационный суицид, самоистребиться способна. И, вообще-то говоря, нет гарантий стопроцентных, что это никогда не произойдет. Каждый день, прожитый человечеством на земле, приближает нас к судному дню. Необдуманные эксперименты ставят современную цивилизацию на грань катастрофы. И только сами люди могут спасти свой мир. За тысячи лет своего существования человечество не раз подходило к роковой черте. Вся история цивилизации – это непрерывная борьба за существование. В наши дни стихийное бедствие – дело рук самого человека. Мы сами можем стать могильщиками нашего мира. Сегодня одной тайной стало меньше. Вам известна секретная информация? Ее надо проверить. Связь через мой инстаграм. Связь через мой инстаграм. КОНЕЦ ФИЛЬМА